Желаю всем прекрасного настроения! Дорогие мои друзья, очередной блог. Я иду на набережную гулять. У меня такая была работа. Закончился очередной промоушен. Я очень устала. Я решила все бросить, несмотря на то, что всё вокруг нужно убирать и идти вперёд. Море обалденной красоты. Сейчас там мужчина курит сигарету. Как вы думаете? Я бы захотела покурить вместе с ним. Но у меня есть такие желания мимолётные. Они исчезают быстро, пропадают. Раз, что-то есть и потом. Вот и когда вижу, да? Не знаю, друзья мои, вроде бы бросила курить. Но муж... У нас такая проблема, у меня такая проблема с мужем за эту сигарету. Сейчас двери окна открыты. Он сидит, курит на балконе. Весь идёт. Дым сюда. Что делать, скажите мне? Что делать? Он не бросает, не старается бросать, а курит, курит, курит. Вот прям выйдет в телефоне или играет, или ещё что-то там. Знаете, он любит отгадывать слова. Не то, что там играет где-то, как ребёнок. Хотя игры бывают очень полезные. Вот сейчас, например, у нас на Гигосе будет скоро запуск игр. Вот. И когда вы играете, вы зарабатываете крипту. Вот такие будут у нас возможности открываются на платформе. И... Но он играет в слова. Надо отгадывать там кроссворды. Слова вот, допустим, дают вам какой-то кроссвордик такой пустой, ячейки, и нужно строить буквы. На такую-то букву, на такую. И мы уже с ним очень часто играем. Мне это хорошо для развития мозгов. И вот мой муж этим занимается. И курит, курит, курит. Так вот, мои дорогие друзья. Я не знаю, как и что будет это всё. Это очень тяжело жить с курящим человеком. Даже когда он прикасается ко мне, вот этот запах сигар меня выворачивает. Что делать? Скажите, что делать? Как... И поэтому надо в семье курить обоим. Потому что это не нравится. Курящие люди тому, тем, кто не курит. Я не знаю. Я его всё время пугаю. Дай мне сигаретку. Он говорит, не дам. Почему? Я говорю, а ты же всё равно куришь, я всё дышу. Какая разница? Попыхтём, потрачу твои деньги на сигареты. А сигареты сейчас зародили. Вот такая ситуация. 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 А это что? А это фотографии, наверное, точно. Смотрите, какое красивое море сегодня. Просто очень красивое. Что очень красивое. Посмотрите. Все камушки видны. Я в одном видео вам начала рассказывать секрет про мою заловку младшую и не рассказала. Не помню в других, указала я это или нет. Так вот, мои дорогие друзья, секрет какой заключается в чём? В том, что моя заловка младшая развелась. Так всё быстро, да? В празднистве развелась. А было сколько всего? Разговоров, защиты какой-то, обсуждений. И что? Ничего. Последние года они так себя вели. Охладели друг другу. Тем более, он был на расстоянии. Когда мужчина всю жизнь где-то зарабатывает в другом городе, в другой стране, конечно, теряются интересы у женщины. Это невозможно так жить, чтобы эта семья ненормальная, мне кажется, когда муж по несколько месяцев живёт в другой стране и работает. Очень сложно вот моим... Ладно, чуть не проговорилась. Так, так вот, мои дорогие друзья. Вот, моя заловка развелась. Сейчас они делят квартиру, ну, продают. Естественно, поделят деньги. Не знаю, как что будет. Он ехал в Дубай. Вот, она работает. Родители помогают ей. Ну, пока как-то так. Думаю, я не сказала вам о секрете. Было бы, наверное, интересно. Смотрите, рыба есть? Нету? Не видно рыбки. Рыбки нету. Мне надо заниматься рыбалкой. Потому что это так успокаивает. Я сейчас, знаете, какие у меня планы? У меня сейчас планы просто помолчать. Может, ножки помочить. Хотя я их помазала кокосовым маслом пятки. Вы знаете еще, что я у себя обнаружила? У меня в последнее время, как я приехала в Турцию, такие были сухие пятки. Их нужно было постоянно зимой мазать кремом обильно. Оказывается, причина, знаете, в чем? Моя инсулинорезистентность. Ну, я так себе диагноз поставила, но в основном вот это вот, руки не мели у меня. Я вам рассказывала уже. Короче, за болячки не буду говорить, да? Ну, я вовремя очнулась, да? Даже моя знакомая сейчас тоже, она бросила курить, и у нее такой жор напал сладости. А у меня в этот момент, я бы, может, когда я в предыдущие годы бросала курить, у меня я набирала вес. Почему? Потому что я заедала орешками, сладким, все. Думала, ах, потом похудею. Столько килограммов я набирала. А здесь у меня сейчас так все спонтанно, что нельзя кушать. У меня такая сила воли. Вы понимаете, в тот момент нельзя было ничем заедать таким, как в предыдущие годы. И я выдержала это все. Поэтому иногда обидно за свой труд, и что муж не понимает, насколько это вредно. Наверное, придет когда к этому. Почему он не идет к врачам? Он боится за себя узнать правду. А я раньше боялась, а сейчас не боюсь. Вот, все, я пойду сейчас погуляю. Новость рассказала про заловку, про свои новости рассказала. Хочу морально отдохнуть. Очень напряженный мозг у меня. И читая очередные ваши комментарии, хочу еще добавить вам, мои дорогие зрители. Некоторые правильно заметили, что если вы хотите мне что-то сказать, тактично надо, чтобы не обидеть. Вот если бы вам так прямо сказали в лицо, вы бы обиделись, конечно, обиделись. Поймите тоже меня. Да, вы правы. Я не хочу лезть. Лучше горькая правда, чем какая священная лесть. Да, правду надо говорить. Но правда в чем? Насчет моей внешности не нужно говорить мне правду. Или говорить в тактичной форме. Кто-то из вас мне пишет в личку, так красиво, так аккуратно. Я прислушиваюсь, мне так приятно, что вы действительно, я чувствую, что вы обо мне действительно беспокоитесь, видите. Но когда пишут, ой, столько не было. Ужас. Как вы изменились. А почему я изменилась? Скажите, что во мне ужасного? Что во мне ужасного? Вот я не могу понять. То, что у меня лицо осунулось и морщинки появились ужасные. Главное, чтобы у меня внутри все оставалось таким же прекрасным, а не и внешность. Яблоко красивое, внутри оно все гнилое. А у меня все наоборот. Какая лепота, красота. Наконец-то появилась хоть одна лодка, вон вторая. Теперь понятно, что там за спуск делали. Вот. Спорт активно будет развиваться у нас такой. Вот. Наше место. Когда мы придем с девочками собираться? Когда будем собираться? Сейчас все такие занятые. Девочки мои, давайте собираться на йогу. Я-то делаю йогу каждый день. Я хочу с вами пообщаться. Мы собираемся рисуем. А сейчас вообще из-за моего промоушена не собрались. Все впереди у нас. Друзья мои, я сегодня выбираю очки и купила себе. Смотрите, какой большой обзор очков. И знаете, что турецкая фирма 2000-3000. Я решила сделать выбор в пользу Турции. И выбрала себе очки. Вот. Очень красиво. Это под Праду. Нет, под Праду эту. Вот. Я выбрала другие. Покажу потом. Друзья мои, я сделала себе подарок. Надо подарки делать раньше, чем подойдет Аскеза. Да. Говорят, вот я, если я похудею, я куплю себе это. Вот то же самое касалось и меня. В каком смысле? Да, в прямом смысле. Что я говорила, что если я похудею 55 кило, я куплю себе очки. Нет. Это случилось раньше. А знаете почему? Потому что я была у врача сегодня. Самостоятельная девочка. Взрослая девочка. И сделала эхоскопию. У меня замечательные анализы. Чуть-чуть там какой-то полип. Мама с полипом всю жизнь живет. Он до 80 лет. Потом пошла к другому врачу. Анализы мои проверила. Все хорошо, кроме ТСЖ. Все-таки, наверное, я начну пить этот гормон ТСЖ. Хотя я чувствую себя хорошо, но я планирую все кушать. И надо его начинать пить. Так. Моча, как у ребенка. Вот что такое кето диета, омоложение. И я решила зайти и в первый попавшийся магазин выбрать себе очки. Когда я пришла и спросила их, есть ли у них фирма Prado, Gucci, Versace. Они сказали, таких нету. Но есть, я могу вам кое-что предложить в турецкой. А почему бы нет? Смотрите. Они такие качественные. 3200. Скидка сейчас. За 2000 я купила. За 2000 я купила. Отдала 60 евро. 70 евро. Они мне еще вернули сдачу. Я сказала, говорю, у меня нету лир или евро. Пожалуйста, евро так евро. Вот такой подарок я сделала. И чем хуже марта. Потому что бренд не такой, как у всех. Зато качество хорошее. Я за брендом не гонюсь. Я уже 8000 я точно не хочу дать и не дам на данный момент. А новые очки себе купила. Сейчас думаю, чем себя порадовать еще. Хочется попить водичью. Купить, пойти воды. И вообще я хотела бы прогуляться. Но время позднее. Может пойти по району походить. Денежку поменять. Купить себе кокосовой муки. Какой-нибудь миндальной. В общем, порадовать себя. В честь моего здоровья. Вот так я выгляжу сегодня. Ваша Светочка. Морщинистая старушечка. Люблю вас всех, мои девочки. Сегодня я купила вот такое масло. Здесь 250 грамм. Это топленое. Решила попробовать. Потому что самой никак руки не дойдут его перетопить. Вот молодцы уже начали делать. Топить масло. И посмотрите. Я добавила ложку чайную. На яйца. Жарю яйца. И оказалось очень много. Значит надо поменьше. Как интересно. Очень интересно. Сейчас буду кушать. И это все масло я полила на мои грибы. У меня в порядке. Анализы. Холестерол чуть-чуть повышенный. Ну что делать. Пускай повышенный. Будем потом лечиться от него. Смотрите какая у меня тарелка огромная. Я вот из этой зелени, которую мой муж принес. Это салат. Все что здесь есть. Все что хотите. Вот такой сыр купила себе. Вот у меня такая сегодня тарелка. Мой муж только что ушел. Смотрите. Я что делаю. Покажу сейчас вам, друзья мои. Вот видите сколько я нарезала вот этого салата. Капусту свою перенесла в холодильник. Вот зеленая не нравится мне. Она веет. Посмотрите. Какая она некрасивая. Какая красивая. Вот эта беленькая. И вот эта какая-то зеленоватая. Да. Ну посмотрим пять дней. Четыре дня должна стоять здесь у меня. Она плохо пустила воду. Сок. Сверху была она испорная. Такая знаете сухая. И я даже выбросила некоторые. У меня же было две банки. Одна такая была. Одна такая. Вот это очень хорошая томатная паста. Если честно. Я вот пользуюсь томатная и перцовая. Я не знаю. Очень хорошее качество. Вот мои дорогие друзья. Что у меня еще здесь. Наны. Тут и распределила все. Яйца домашние закончились. Последние. Ничего интересного нет у нас в холодильнике. Вот. Сейчас я буду кушать. Приятного мне аппетита. Хочу показать вам такой район у нас в Мерсине. Где вечером такая суета. Жизнь. Видите какие рестораны красивые. И здесь вот где мы с мужем часто ходили. Пили, танцевали. Красота, да? Обожаю ночной Мерси. Ну а здесь. Такой скверик. Пустырь. Кроме поросшей травы. Реклама. Все работает. Парикмахерские тоже. Кстати, здесь у нас есть. Мужские отдельно. Женские отдельно. Специалисты. Стилисты. Химчистка. Все работает до секунды. Вот, мои дорогие. Я приехала домой. Спасибо большое. Меня зовут..." Хорошо. Спасибо. Мы